Добрый вечер! Я думаю, что сегодня пришли те, кого заинтересовала лекция шкалетов Ирина Дмитриевича о самых произведениях. Я буду продолжать рассказывать то, что он рассказывал. Пусть имеется какое-то множество, любое множество, и через азовы двумя чертами будем обозначать количество элементов а или это количество называется мощностью множества а ну вот пример скажите, вот такое множество два, три, четыре, пять четыре, пять, шесть какова его мощность? Пять 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 мы смотрим сколько вообще элементов входит множество входит пять чисел двадцать четыре, пять, шесть а то, что я выпустил какое-то что-то несколько раз это не имеет значения множество 45 элементов ну а нас будет интересовать не не обойти множество а до перерыва мы будем говорить как я предполагаю значит про множество действительных чисел а после перерыва уже о множествах вычетах и так например есть множество действительных чисел так будем оснащать а давайте возьмем два каких-то подможеств не пустые для того, чтобы не было лишних вопросов мы можем определить их сумму сумма определяется очень просто как множество подбарных сумм сумма по множеству а и b это есть множество с множеством сумма видов плюс b где а маленькое множество а большое b ну давайте пример пару примеров рассмотрим множество скажем ай ты ну мне удобнее так так его порядочимся начиная с большего по убыванию тогда чем ровно хуже ну просто выписать восьмерки прибавляем все элементы восемь плюс восемь шестнадцать двенадцать десять восьмерки ущерб а потом а сейчас все суммы элементов образованных числами четыре два четыре восемь шесть четыре ну здесь какова мощность множество шесть очевидно четыре теперь давайте еще пример два это один два три ну тогда собственно то что у нас уже было здесь выписано причем если мы выписали здесь все пары то возможно пара элементов исходного множества написанных сумм то четверка будет выписана два раза как здесь написано это два плюс три два плюс два один плюс три а всего пять элементов ну ладно давайте задательские вопросы вот имеется множество а множество действительных чисел мощность мы хотим понять насколько большой насколько маленький может быть множество вкуса она вкуса она содержит во-первых сумма различных элементов из множества таким образом рассматривается все возможные пары элементов множества и берутся их суммы сколько таких пар n 1 так чуть погоните n 1 так так значит ну здесь на самом деле мы пары A, A, B и B, A это чейший порядок мы считаем за одну пару потому что сумма будет одна и та же тогда еще пополам тогда пополам тогда пополам да это количество пар образованных различных ну еще есть пары образованные пары образованные одинаковые элементы множеством пен их естественно ополам отсюда можно можно если мы выпшем все возможные пары элементов множества и с совпадающими элементами и с не совпадающими элементами то то будет это сумма двух элементов сумма двух чисел это будет пау Это, конечно, всевозможные пары. Но мощность 2 плюс 1 превосходит вот этого самого числа, поскольку если мы выписываем сумму из одного пар, то могут быть совпадения. Например, мы здесь видим, что здесь могут быть совпадения в значении суммы конъектов разных пар. Но, во всяком случае, оценка сверху имеется. Мощность 2 плюс 1 превосходит на перестанет на панах. Это для каждого звена вот эта вот оценка достигается. Ну, мы видим, когда я наблю. В то же время можно написать для любого звена. Если в качестве 2 взять степени двойки, какие-то разные, тогда... Тогда можно взять плюс 100, то очень все равно. Я, наверное, плюс 1 пополам. Нужно показать, что если будем брать какие-то различные пары, образованные с этими числами, но имеется в виду и пары с разными элементами, пары с подачей элементами, то сумма, образованная разными парами, различная. Ну, здесь какой-то намёк на то, как это... Как это проверить... Дан на самом деле перерассмотрение вот этого вот примера. Так что подумайте. Теперь... Давайте... Знайдем запросим о том, какое наименьшее значение может принимать мощность А плюс А, если мощность А является... Все элементы... Множество 2 порядочим по возрастанию, скажем. И тогда легко увидеть следующее, что... Что мы можем выписать, ну, для начала, неразличных чисел из множества плюс А. К элементу А1 прибавляем всевозможные элементы множества 2. От А1 до Н получим н разных элементов. Но это ещё не конец истории. А1 плюс А1 можно написать на него элемент, который больше, до 2 плюс А. И так далее. Теперь к элементу А1 прибавлять разные элементы множества 2. И мы уже вывести какое-то количество элементов из множества А плюс А, и все они различные. Теперь скажите, сколько элементов здесь выписано? Давайте почитаем. 2 и 1 плюс А1. Да, правильно, 2 и 1 плюс А1. Потому что, смотрите, вот здесь вот, когда мы написали элементы от А1 до А1, их Н, а потом дальше мы начали уже следующую серию. Элементы Н прибавляли все элементы от А2 до А1. То есть, прибавили один из этих элементов. Здесь мы получаем ещё один элемент. Всего 2,91. Поэтому получаем, что во множестве А1 мы нашли 2,91 различные элементы. А что-то получается, что мощность А1 никак не меньше, чем у 2,91. Оценка достигается, если... Опять же, вот пример, который показывает, когда я наблюдаю Центрём. Вот пример получен вообще на произвольный элемент. Если в качестве я возьму все числа от А1, то А плюс А. Ну, какие числа входят 2 плюс А1? Ну, самое маленькое число – это 2, самое большое – это 2. Ну, отсюда видно, что мощность А1 никак не больше 2,91. Здесь все элементы множества А1. Это числа между числом 2 и числом 2. И всего таких чисел. 2,91 – никуда не денем. 2,91. 2,17.